МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5 июня 1985 года на подмосковной дачной дороге инспектор ГАИ остановил в видавшую виды оранжевую копейку. Вышедший из нее мужчина успел пройти всего несколько шагов, прежде чем его руки оказались в наручниках. Так был схвачен самый эффективный агент ЦРУ по прозвищу Сфера. Его настоящее имя Адольф Георгиевич Толкачев. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Специалисты подсчитывали, какой ущерб он нанес. Это были миллиарды, десятки миллиардов долларов. Для того, чтобы этот урон залечить, нужно там где-то 10-12 лет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Адольф Толкачев работал ведущим конструктором секретного оборонного института «Фазотрон». До 77-го года его жизнь ничем не отличалась от жизни тысяч других конструкторов и инженеров, работавших в НИИ и закрытых почтовых ящиках. Не отличалась до тех пор, пока он не решил немного подработать на американскую разведку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В тот день Адольф Толкачев написал на тетрадной страничке краткие сведения о себе и месте своей работы. Он предлагал купить у него важную информацию по сходной цене. Потом конструктор начал искать удобный случай, чтобы этот листочек подбросить потенциальному покупателю. Семья Толкачева жила в высотке на Красной Пресне, на 9-м этаже. И от дома до американского посольства продавцу секретов надо было пройти всего 400 метров. Несколько раз сходив к американскому посольству, он обнаружил, что многие водители машин, стоявших у посольства, его соотечественники, вполне возможно, работают на КГБ. Он стал осторожнее и, подходя к дипломатической машине, присматривался, кто сидит внутри. В январе 1977-го Толкачев предпринял первую попытку вступить в контакт. Он подбросил записку в машину американского дипломата на бензоколонке и ожидал, что вскоре последует звонок. Но проходили дни и недели, а звонка не было. Резидентора ЦРУ в Москве решила, что это подстава советской контрразвилии. Неудача не остановила конструктора Толкачева. Новая попытка последовала в феврале, следующая в марте. К общему тексту записок он стал добавлять фрагменты секретной информации. Сообщения о настойчивом клиенте полетели из Москвы в Ленгли. Но там тоже считали, что это игра нашей контрразведки. Как позже он шутил в разговорах со своими кураторами из ЦРУ, американца от советского водителя он отличал по непотребным мятым штанам, в то время как все советские служащие ходили в безупречно наглаженных костюмах. 16 января 78-го года он сунул очередную записку в машину американского дипломата. В конце концов, американцы решили проверить, все-таки настоящим он или нет. Последнюю записку он передал в районе Спаса-Хаоса. Это резидент американского посла. И тут Толкачеву, наконец, повезло. На этот раз его записка досталась Гарднеру Хэтэвею, который в то время возглавлял резидентуру ЦРУ в Москве. Как опытный разведчик, Хэтэвей интуитивно почувствовал, что это не подстава. Слишком уж настойчив был персонаж, раз за разом предлагавший свои услуги. Контрразведка так топорно не работает. В записке, доставшейся Хэтэвею, конструктор Толкачев приводил информацию об электронике для истребителей МИГ. Там же был номер его домашнего телефона, без двух последних цифр. В условленное время он предполагал стоять на автобусной остановке с двумя фанерками в руках. На каждой из них было по цифре. Это и были две последние цифры номера его телефона. Еще не получив благословения свыше, Хэтэвей отправил свою жену на рекогносцировку. Она проехала мимо остановки и записала последние две цифры номера телефона. 28 февраля 1978 года в квартире конструктора раздался телефонный звонок. Позвонивший представился Николаем. Именно это имя в качестве пароля содержалось в записке, которую получил Гарднер Хэтэвей. Лэнгли, наконец, дало санкцию на контакт. Американские разведчики не могли даже и представить, какого рода источник оказался в их распоряжении. Адольф Георгиевич Толкачев появился на свет в 1927 году. Мать звала его Ледиком, мальчишке во дворе фрицем. Имя Адольф было не слишком популярным в годы войны. Ледик вырос, окончил школу, институт и стал талантливым инженером в области радиоэлектроники. В его институте Фазотрон разрабатывались новейшие оборонные системы. 24 августа 1978 года сотрудник ЦРУ Джон Гилшер позвонил Толкачеву и сообщил, что в оговоренном месте за телефонной будкой в грязной строительной рукавице для него оставлена посылка. Там был настоящий набор начинающего шпиона. 20 листов с цифровыми группами, 2 конверта с обратным адресом, 2 листа той написной копирки, инструкции по применению, лист с интересующими ЦРУ вопросами и аванс в 500 рублей. Для 1978 года сумма равная 2 зарплатам Толкачева. Инженер и математик Толкачев без особого труда разобрался в нюансах шифровки, и работа на ЦРУ началась. Потоком пошли сведения об электронике наших истребителей ракет, а также комплексов ПВО, которые обеспечивали безопасность воздушных границ. Более того, система существовавшего института, она позволяла ему знать все разработки, которые ввели из других научно-институтов, и этой же промышленности, то есть другими сотрудниками, то есть всю тематику. 1 января 1979 года Джон Гилшер лично встретился с Толкачевым. Дата была выбрана не случайно. Как позже шутил американский разведчик, в Москве в это время было, наверное, всего два трезвых человека. Он и Толкачев. 40 минут они гуляли по лютому морозу. Шпионские посылки от Толкачева следовали одна за другой, а тем временем в американское посольство в Москве стали поступать первое заключение экспертов из Ленгли. Они утверждали, что информация была абсолютно бесценной. В Министерстве обороны США заявляли, что такого рода сведения им не удалось бы добыть никогда. В ЦРУ Толкачеву присвоили кодовое имя Вэнквиш, что значит победитель или непобедимый. Графологи ЦРУ, исследуя почерк Толкачева, создали следующий словесный портрет. Это человек незаурядного интеллекта, дисциплинированный, педантичный и целеустремленный. Сотрудничество с ним может быть многообещающим. Толкачев хотел очень много денег. После того, как его информация была должным образом оценена, Адольф Толкачев заявил об этом с присущей ему прямотой. Он сказал Джону Гилшеру, что ущерб СССР, нанесенный летчиком-перебежчиком Беленко, угнавшим в Японию МиГ-25, оценивается в несколько миллиардов долларов. Ущерб, нанесенный мной, заявил Толкачев, несоизмеримо больше. Значит, если вы заплатите мне несколько миллионов долларов, это будет только справедливо. В Соединенных Штатах на имя Толкачева был открыт банковский счет, а в Москве американцы платили ему сотни тысяч рублей наличными, на текущие расходы. Как-то в разговоре с ним Гилшер заметил, что агенты часто попадались на больших расходах. Толкачев ответил, что хотя денег, которые уже заплачены ему, хватило бы на самую роскошную дачу и самый хороший лимузин, он по-прежнему будет ездить в стареньких Жигулях и жить на скромной маленькой дачке, чтобы не привлекать к себе внимание. Запросы Толкачева росли день ото дня, но ЦРУ выполняло любые его прихоти. Более ценного агента у Ленгли не было ни до, ни после него. Если профессиональные разведчики предпочитают бесконтактный способ работы, то Толкачев настаивал на личных встречах с сотрудниками ЦРУ. Дефирамбы, которые он выслушивал всякий раз, грели ему душу. Было множество предпринято американских попыток перевести его на безличную связь, на радиосвязь. Вот ему вручались различные аппаратуры, и он отказался от всех этих попыток, в итоге и сказал, что нужно сейчас только лично. И личный контакт дает ему уверенность в его силах, так сказать, и он как-то верит, и набирается энергии вообще. За семь лет работы таких встреч было около тридцати. Общаясь с Джоном Гилшером, который стал его московским куратором, Толкачев получал не только деньги, инструкции и оборудование. Агенты ЦРУ по воле Адольфа Георгиевича превратились в его персональных снабженцев. В юности во время игры в хоккей Толкачеву сломали нос, и поэтому по ночам он испытывал проблемы с дыханием. Американцы достали ему соответствующее лекарство. Позже ему потребовались качественные карандаши и фломастеры для подрастающего сына. Затем диски с рок-музыкой, которую в Союзе было не достать. Позже музыкальный центр и Вокман. Затем иностранные бритвенные приборы, запасные лезвия к нему, а также таблетки от гастрита. Из книг он заказывал то Библию, то Майнкамф Гитлера, то воспоминания Голды Мея. Американцы все его прихоти исполняли незамедлительно. И он еще хотел больше. И когда они предложили ему вместо денег давать золото, он с ним согласился. Но сказал, что должно быть золото дореволюционное. 96-й пробы. Вот, 99-й, что ли, пробы. Самая высокая пробы. Притом изделия должны быть старинные только лишь. И заставил русцев бегать по всей Европе, по комиссионным разным магазинам, антиквариатам, и скупать эти, значит, там, такие драгоценные, в общем, исторические, как бы даже изделия. Пользуясь своим служебным положением, а также чудовищным бардаком, который царил тогда в сверхсекретном дне, огромное количество чертежей и документов он переснял обычным, правда, очень качественным фотоаппаратом Пентакс, которым также снабдил его Гилшер. То, что он не мог унести и переснять дома, он фотографировал на работе, в мужском туалете. В июне 80-го года Толкачев установил личный рекорд, передав Гилшеру 200 отснятых пленок. Тем не менее, в ЦРУ считали, что снимать большим фотоаппаратом – дело весьма рискованное. Толкачева стали снабжать мини-фотоаппаратами. Пленка каждого содержала 100 кадров. Поскольку инженер-конструктор был не в ладах с техникой, ему доставляли одноразовые фотоаппараты, вмонтированные в брелок для ключей. Иногда связник оставлял ему одновременно 5-6 штук. Толкачев эти фотоаппараты не любил, поскольку их надо было держать на строго фиксированном от листа расстоянии – 30 сантиметров. Если дистанция была больше или меньше, снимки получались нечеткими, и приходилось переснимать. Раз в месяц между 6 и 8 вечера в квартире Толкачевых раздавался телефонный звонок. Звонившие спрашивали то Нину, то Анну, то Ольгу. Делали вид, что ошиблись номером. Эти звонки означали, что предстояла встреча с Гилшером или передача денег инструкций. А именами обозначались места закладок. Встречи с куратором СЦРУ чаще всего происходили в машине Толкачева. Они либо сидели в стареньких «Жигулях», либо катались по городу, не привлекая к себе особого внимания. Однако, как позже вспоминал Гилшер, каждая такая встреча означала для него массу головной боли. Наши контрразведчики прекрасно знали его в лицо. И каждый раз, чтобы он мог покинуть свою квартиру или посольство, резидентура СЦРУ была вынуждена разрабатывать мини-операции. Это были маскарады с переодеваниями в строительных рабочих, мужиков в грязных ватниках и прочие театрализованные представления. Как ни странно, до 1985 года засечь встречи связняков с Толкачевым не удалось ни разу. Для облегчения контактов с Толкачевым в ЦРУ была разработана специальная кукла «Джек фром де бокс» или «Джек из коробки». Это была поясная кукла с лицом, соответствовавшим тому или иному американскому оперативнику в Москве. Когда машина выезжала из посольства, ее водитель на несколько минут отрывался от наружного наблюдения, оперативник выходил из машины, а его место занимала кукла. Однако ставки в этих играх были чрезвычайно высоки. Адольф Толкачев продолжал вести неприметный образ жизни. Бегал по утрам, ходил в походы, ездил по выходным на свою дачу. За семь лет своего упорного шпионского труда он буквально обнажил нашу противовоздушную и противоракетную оборону. В марте 80-го руководство ЦРУ обратилось к министру обороны Соединенных Штатов с просьбой выделить военных переводчиков, поскольку штатные переводчики ЦРУ не справлялись с объемом информации, передаваемой Толкачеву. Позже на допросах Толкачев признался, что он передал американцам 8094 листа секретной информации. Что было на этих листах? Информация об электронике комплексов перехвата ядерных крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов, о новых режимах секретного обмена информацией, о технологии самолетов невидимых, об электронике МИГов. Так электронику МИГов-31, предназначенных для перехвата крылатых ракет, впоследствии пришлось менять полностью. Толкачев передал информацию о системе государственного опознавания самолетов, свой-чужой. Документы, переданные Толкачевым в ЦРУ и Пентагон, продолжали обрабатывать в течение пяти лет после его ареста. Как позже сообщал в Москву наш агент Олдрид Чеймс, в русском отделе ЦРУ шутили, что Толкачев взял всю американскую разведку на содержание, ведь его информация стоила десятки миллиардов долларов. Торговля военными тайнами в таких масштабах не могла остаться незамеченной. Советские разведчики на Западе начали сообщать в Москву о том, что ЦРУ получает колоссальные потоки информации по нашим оборонным системам. Контрразведчики проверяли десятки институтов, сотни людей, отрабатывались многочисленные версии, слишком велики были масштабы оборонки. Зимой 83-го Толкачев замолчал и снова вышел на связь только в апреле. Он сообщил американцам, что в его институте работают спецслужбы. Он испугался, думал, что это на него, так сказать, подозрение падает, а если начнут пролезать, то сразу же выйдут на него, как он считал. Он ждал ареста буквально каждый день. Когда его вызывали в кабинет к начальству, Толкачев клал под язык ампулу с ядом, чтобы раскусить ее в случае задержания. Яд у него был и в ручке, и в дужке очков, но тогда он не понадобился. В один из выходных дней Толкачев собрал все разведывательное оборудование, деньги и поехал на дачу. Там он сжег все, что могло гореть. Огромные там тысячи этих денег сжег. Но учитывая, что он такой немножко скряга был, он деньги сжег, а резиночки, которым эти пачки были перетянуты, сложил в баночку. Вот когда при аресте обыски ему задали вопрос, а почему же эти резиночки-то вы оставили, можно было сосчитать, сколько пачек денег он сжег. Он сказал, что ну вот я оставил их там для консервирования на даче, там можно бумажками банки закрывать. Когда после бурных проверок в НИИ фазотрон наступило видимое затишье, Толкачев расслабился. Его передали новые микрофотоаппараты и средства связи, и он продолжил свою работу. Но к январю 1985-го все стало ясно. Наш агент в ЦРУ, Эдвард Лиховард, сообщил КГБ, что его направляют в Москву на должность куратора Толкачева. Операция КГБ вступала в завершающую стадию. Контрразведчики провели негласный обыск на квартире Толкачева и нашпиговали ее средствами наблюдения. Горький опыт задержания предыдущего агента ЦРУ, огородника Трианона, который проглотил ампулу с ядом прямо в момент задержания, научил многому. Решено было брать Толкачева не дома и не на даче, чтобы свести возможные неприятные сюрпризы к минимуму. 5 июня 1985-го года. Оперативники, переодетые сотрудниками ГАИ и врачами, стоят на обочине дороги и ждут появления желтой копейки Толкачева. Тот едет с дачи не один. В машине – жена. Инспектор останавливает машину и просит Адольфу Георгиевича выйти для проверки документов. Обычная процедура. Толкачев выходит и вслед за сотрудником ГАИ отправляется к его машине. Возможно, он что-то заподозрил или просто у него зачесалось лицо. В любом случае, сделанное им движение руки было воспринято оперативниками, как попытка проглотить яд. Его немедленно схватили и сунули в рот кляп. Опасения были не лишними. У Толкачева действительно был с собой яд. Это было буквально доли секунды, там, секунды, после чего его посадили в машину, переодели, с тем, чтобы обезопасить его от... если у него были средства самоуничтожения. Жена, работавшая с ним в одном институте, была в шоке. Она и знать не знала, чем Адольф Георгиевич занимался, помимо своей основной работы. Толкачева доставили в изолятор. Там он признался, что работал на ЦРУ в течение семи лет, но от дальнейших комментариев отказался. Тщеславие – великий грех. Когда следователи поинтересовались, каким образом ему удавалось водить их за нос в течение такого длительного периода, Толкачева будто прорвало. Он начал рассказывать все подробно и с деталями. Страницы дела множились одна за другой. Близилась заключительная стадия операции – задержание американского связника. Толкачева доставили в Толкачево. Толкачева доставили в Толкачево. Пришлось подбирать сотрудника, который внешне похож на Толкачева, использовать Мосфильм для гримировки. Ну и все было сделано очень удачно. Такого сотрудника нашли, загримировали его. Выполнили все условия, которые американцы выдвигают при вот таких операциях, там, сигнальные метки, прочие-прочие, визуальный контакт. Все это было выполнено, и у американцев не возникло никаких подозрений, они вышли на контакт. Первая из запланированных встреч не состоялась. Перестаралась наружка у посольства США, которую, естественно, не информировали о деталях сверхсекретной операции. Следующая встреча была назначена на 13 июня 1985 года. На нее поехал американский разведчик, работавший под дипломатическим прикрытием, Пул Стромбаух. Он вез для Толкачева объемистую посылку. Новые мини-камеры, деньги, инструкции, подборка статей западной прессы. Как позже вспоминал Стромбаух, единственное, что привлекло его внимание и заставило насторожиться, это женщина, громко разговаривавшая по телефону в том самом месте, где он должен был встретиться с Толкачевым. Самое любопытное, что орущая в трубку тетка никакого отношения к контрразведчикам не имела. Однако предложить даме прогуляться куда-нибудь подальше они не рискнули. А вдруг она проверочный компонент американцев? Едва Стромбаух появился со своими пакетами возле телефонной будки, оперативники тотчас же схватили его. Пол Стромбаух был объявлен персоной Нонграда и выслан из страны. В это время контрразведчики и специалисты по военной технике тесно работали с Толкачевым. Чем больше он рассказывал, тем яснее становились масштабы ущерба, нанесенного нашей оборонной промышленности. По некоторым оценкам, на его компенсацию уйдет около 10 лет. Суд приговорил Адольфа Толкачева к высшей мере наказания. Расстрелу. А его деньги, лежавшие в американском банке, остались невостребованными. За время своей деятельности Толкачев получил от ЦРУ 1 миллион 990 тысяч 729 долларов. Советская система засекречивания всего и вся создания закрытых НИИ и почтовых ящиков оказалась абсолютно неэффективной. Хватило одного предателя. И разоблачен он был, как это бывало и в десятках других эпизодов, не собственным первым отделом института, а профессионалами, по информации полученной не из Москвы, а из внешних источников. Она загадочна и всемогуща. Она тянет, как магнит, и обещает власть над миром. Имя ей – Шамбала. Разведчики-искатели Шамбалы в программе «Тайны разведки». Смотрите в следующее воскресенье в 16.20. «Тайны разведки»